Реконструкция 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 и аппаратурой, и специалистами. Поэтому для поселка Сахарного завода, для ближайших кварталов это делается очень большое дело. Стараниями нашей центральной районной больницы. Вот так получилось, что в день Краснодара, Краснодарского края, мы сегодня как бы сдаем уже врачам эту часть отремонтированную, где они уже могут спокойно принимать своих пациентов. Поэтому как бы эта часть выполнена, она выполнена по программе реконструкции здравоохранения. И еще будет продолжаться такая реконструкция в сельской местности, это Саница-Вознесенская, офис врача общей практики, там тоже будет идти реконструкция, и к концу года мы его должны сдать. Поэтому делается то, что можно и позволяют финансы, делается это все для людей. Пока коллеги и гости осматривали обновленную часть здания, к участковым терапевтам пришли пациенты. Прием начался с первых же минут. С началом учебного года вопросам детской безопасности на дорогах уделяется особое внимание. В школах проводятся тематические уроки и классные часы, которые посвящают инспекторы ГИБДД. Первоклассникам они рассказывают о правилах поведения на улицах, таким образом посвящают их в пешеходы. Наталья Литвиненко продолжит. Первоклассники – это вчерашние дошкольники, поэтому к ним особое внимание. В четвертой школе для самых маленьких учеников в числе первых уроков провели урок дорожной безопасности. Гостью мероприятия стал инспектор ГИБДД. Елена Семыкина поздравила всех с началом учебного года и попросила учеников быть очень внимательными на дорогах. С 1 сентября у первоклассников появился новый маршрут – дом-школа-дом. И он должен быть прежде всего безопасным. Инспектор разъяснила детям основные правила поведения на дороге, которые они должны знать и строго соблюдать. На сегодняшний день в Лобинском районе проводится профилактическая операция «Внимание дети», а также месячник безопасности дорожного движения. В рамках проведения этой операции во всех образовательных учреждениях района проводятся различные профилактические мероприятия, которые позволяют детям выучить правила дорожного движения, либо напомнить о том, что они существуют, повторить и применять их правильно на практике. Особенно это важно на сегодняшний день для первоклассников. Им нужно объяснить, как правильно вести себя на улице. Им нужно понять, что такое дорожные знаки, что они значат, о чем они говорят. О чем говорят дорожные знаки, первоклассникам рассказали их старшие товарищи, которые входят в детскую общественную организацию «Юные инспекторы движения». Юидовцы не только читали стихи о правилах дорожного движения, но и в игровой форме показали, к чему приводят в невнимательность. Я растерялся и пропал, не зная знаков светофора, чуть под машину не попал. Где троллейбусы, трамваи, то вдруг автобус на пути. Но это честно, я не знаю, где мне дорогу перейти. Многие школы в городе расположены около проезжей части. И главная задача, причем не только учителей, но и родителей, научить детей применять правила дорожного движения в жизни. Так как первый класс, это детки очень маленькие, естественно, очень важно проводить с ними профилактические уроки, скажем так. И первое, что мы проводим, это по правилам дорожного движения. Детям очень нравится, они лучше запоминают материал, когда это все проходит как праздник. В конце мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Симыкина подарила первоклассникам закладки для учебников. И это не просто закладки, а иллюстрированные правила дорожного движения, которые станут напоминанием детям о том, как нужно вести себя на улице, чтобы не создавать аварийные ситуации. Далее ученики вместе с инспектором вышли на улицу. Вместе они перешли дорогу и изучили знаки, указывающие на пешеходный переход. Здесь пешеходный переход, здесь ходят дети, люди. Нужно снижать скорость водителю, чтобы успеть пропустить с пешехода. Вовремя остановиться. Запомнили. Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям первоклассников с просьбой обязательно сопровождать детей в любое учебное учреждение и обратно. Необходимо учитывать, что маршруты в школу и дому для ребенка новые, а на дороге детей может подстерегать серьезная опасность. Уже в этом году, в первых числах сентября, был совершен наезд на школьника. Стоит отметить, что ребенок переходил дорогу на зеленый свет светофора. ПДД нарушил водитель транспортного средства. В результате школьник оказался в больнице. Мы выходим на пешеходные переходы, мы показываем наглядно, что такое знаки, о чем они говорят, как нужно переходить улицу, в каких местах. Но, к сожалению, конечно же, хочется сказать о том, что иногда поведение взрослых полностью перечеркивает труды педагогов и сотрудников ГАИ и родителей. То есть, если детям уже и вложили эти знания, а они очень чутко восприняли, очень хорошо соблюдают правила дорожного движения, но многие взрослые забывают об этом и сами, нарушая правила дорожного движения, подвергают детей опасности. Первоклассники получили устное задание от инспектора провести дома урок дорожной безопасности, рассказать взрослым, что они узнали. Это станет вкладом ребенка в безопасность его семьи. Ведь иногда взрослые в суете проблем забывают об элементарных правилах безопасного поведения на дороге и подают отрицательный пример своим детям. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лобан». Начальник управления по делам молодежи Валентина Рябуха в среду встретилась с молодежью Засовского сельского поселения. Начальник управления по делам молодежи Валентина Рябуха в среду встретилась с молодежью Засовского поселения. Она познакомила юных селян с новыми программами и направлениями молодежной политики. Для управления важны активность и пожелания молодежи, проживающей в сельской местности. Мы, конечно же, хотим, чтобы вы не молчали, рассказывали, чем живет станица Засовская, что интересного у вас, чем увлекаетесь, что проводят для вас, какая работа с вами проводится. Поэтому, в принципе, мы и приехали. На этой встрече прозвучал отчет координатора по работе с молодежью станицы Засовской. Виолетта Заевская рассказала о проведенных мероприятиях. Ее деятельность отмечена. Валентина Рябуха наградила координатора. Я хочу сказать вам о том, что вот прошлую субботу отмечала юбилей станицы Каладжинская. И вот там молодежь, как она отмечала этот праздник, как она видела свой праздник, я это видел тоже. Но и сравнивал с вами, с вами, с молодыми. Вы знаете, все одинаково, все одинаково воспринимают станицу. Все одинаково воспринимают то место, где живут. С вами почему легко? С вами легко потому, что вы какие есть. И мы стараемся свое отношение строить на том, какие мы есть. Засовская молодежь узнала о том, что о направлениях молодежной политики подробнее можно прочитать на сайте Лобинского управления по делам молодежи. Там уже есть информация о первенстве по дворовым видам спорта, прорыв. Воркаут-площадки для занятия спортом уже создаются в двух сельских поселениях. Конечно, мы только в начале пути. Только в начале пути. У нас нет пока еще условий для этого развития. Но они, эти площадки, поставлена задача, чтобы в каждом поселении в течение трех лет появились такие площадки. Далее общение перенеслось на площадку перед сельским Сыкаде. Там состоялся концерт. Послушать музыку в исполнении молодых пришли представители старшего поколения. Город готовится отметить 175-летний юбилей. Пока верстается программа праздничных мероприятий, лобинские школьники приступили к наведению санитарного порядка. Ученики третьей и седьмой школ побелили аллею на въезде в город со стороны Курганинска. Эта территория уже несколько лет приводится в порядок юными патриотами. Каждую неделю в рамках месячника по благоустройству наведения санитарного порядка в городе проходят экологические акции. В них активное участие принимают учебные учреждения. В этот раз экологический десант высадился на въезде в город со стороны Курганинска. На аллее вдоль дорог учащиеся сразу двух школ – третий и седьмой – решили навести порядок. Акцию приурочили к предстоящему юбилею Лобинска. В свои 175 лет город должен выглядеть красиво не только в центре, привести в надлежащий вид необходимые окраины, говорят ученики. Принимаем участие, чтобы когда гости или вообще жители Лобинска проезжали мимо этой аллеи, видели бы чистоту, как здесь красиво и приятно было бы видеть это все. Сегодня задача юных патриотов города – побелить стволы деревьев и очистить аллею от сухих листьев, которых на земле уже очень много. Территория большая, протяженность участка более 600 метров. Но с намеченной работой школьники справляются быстро, так как трудятся дружно, помогая друг другу. Наш город очень красивый, и мне нравится принимать участие в экологических акциях. Я хочу, чтобы наш город был красивее. Даже мама говорит, не пойдешь ты на субботник этот. Я говорю, нет, я пойду, мне там интереснее, чем дома сидеть. Ну, мама меня хотела договорить, но я пошла все-таки на субботник. Мне нравится, когда наш город очень чистый. Порядок нужно наводить для того, чтобы в нашем городе было чисто, чтобы гости проезжали и смотрели, что у нас красиво в городе. Как отмечает специалист отдела ЖКХ городской администрации, в Лобинске уже выполнен большой объем работ по наведению порядка. Генеральную уборку и мероприятия по благоустройству прилегающих территорий провели многие предприятия и организации. В рамках месячника намечены большие виды работ. Это у нас и побелка, и уборка свалок, и уборка прилегающих территорий. Сегодня на территории города производится побелка учащимся 3-й и 7-й школы. Также на территории города выбелено три въезда с силами учащихся средних образовательных учреждений. Большое количество организаций и предприятий уже откликнулись на санитарный месячник. Проводят свои уходные работы на прилегающих территориях. Обращаясь к жителям нашего города, чтобы вышли на свои прилегающие территории, собрали ТБО и побелили деревья. Также привели в нормальное состояние ограждения свои. Завершающим аккордом месячника по наведению санитарного порядка станет общегородский субботник, который состоится 1 октября. Этот выпуск новостей подошел к концу. Сейчас реклама, затем Ирина Бирюкова познакомит с прогнозом погоды. Всего вам доброго. До свидания.